Ольга, сейчас вот в эти минуты во дворец Республики, в Малый зал, где проводится конференция, приехал Николай Иванович Лозовик, секретарь Центра избиркома. И сейчас мы в прямом эфире сможем услышать всю самую последнюю информацию о ходе голосования. В ходе голосования граждан Республики Беларусь по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва дает пресс-конференцию Николай Иванович Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь, по выборам и проведению республиканских референдумов. Я напоминаю, в рамках нашей пресс-конференции планируются прямые включения посредством видеоконференц-связи с окружными комиссиями Гомельской и Гродненской областей. После сообщений Николая Ивановича и включений у вас будет возможно задать ваши вопросы. Николай Иванович, прошу вас. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вначале я проинформирую вас о том, какая явка по состоянию на 12 часов. Официальная информация на 14, естественно, будет немножко попозже. Итак, по состоянию на 12 часов по Брестской области проголосовало 34,7% избирателей, по Витебской области 45,9%, по Гомельской 46,8%, по Гродненской области 36,8%, по Минской области 38,0% ровно, по Мигилевской области 41,8%, по городу Минску 32,3%, за пределами Республики Беларусь проголосовало 40,1%, и всего по Республике Беларусь 39,2%. Следует отметить, что по некоторым округам выборы уже состоялись, то есть проголосовало более 50% избирателей. Естественно, голосование будет продолжаться до 20 часов. Досрочно до 20 часов могут закрыть свои участки и проводить подсчёт голосов только те избирательные участки, которые образованы в лечебных учреждениях и закрытые участки в воинских частях. Я сейчас назову некоторые избирательные участки, которые к 12 часам уже имели явку более 50%. По Гомельской области Гомельский юбилейный округ номер 31,51%, по Гомельскому сельмашевскому 52,1%, по Гомельскому центральному 56%, Гомельский промышленный 53%, ровно, Житковичский округ номер 39, 51,6%, и Хойницкий номер 47, 54,4%. Далее, по Брестской области таких округов ещё нет, по Гродненской нет, по Минской области тоже нет, По Могилёвской области Быховский избирательный округ номер 81, 62,8%, Горецкий избирательный округ номер 82, 55,1%, Осиповицкий избирательный округ номер 89, 51,7%. Некоторые округа на 12 часов, вот по Могилёвской области, в частности, Шкловский избирательный округ был близок к цифре 50, 46,9%, И по Витебской области Шарковщинский номер 29, 49,6%. В целом, должен отметить, что каких-либо замечаний, Серьёзных претензий к организаторам выборов со стороны избирателей не поступало. Жалоб на притеснение, какие-то нарушения избирательных прав на данный момент в избирательной комиссии нет. Есть, конечно, отдельные замечания, отдельные предложения. В частности, вот буквально перед тем, как приехать сюда, имел разговор с одной избирательницей, Которая настойчиво просила, дайте мне телефон того кандидата, за которого я проголосовала. Хочу проинформировать, что наши избиратели, а именно пенсионеры, его поддерживают. Ну и должен сказать, что некоторые практические замечания в адрес совершенствования работы организаторов выборов тоже поступают. В частности, по городу Минску нерешённой проблемой является ещё стопроцентного оповещения избирателей пригласительными вот этими извещениями. Поступают ещё звонки от отдельных граждан, что они по какой-то причине не получили приглашения на выборы. Тем не менее, они желают принять участие в голосовании. Проблема эта, конечно, решается оперативно и очень просто. Информируются просто граждане, куда им нужно обратиться, где находится их избирательный участок. Но, к сожалению, пока ещё некоторые организационные недостатки в работе избирательных комиссий есть. Я хотел бы сразу сказать огромное спасибо участковым избирательным комиссиям. Именно участковые комиссии работают с избирателями. Окружным комиссиям немножко проще. Они работают с кандидатами. А вот с избирателями работать гораздо сложнее. Надо дойти до каждого. Каждого проинформировать, каждого выслушать, ответить на его вопросы. Ну и такой вот вроде бы простой элемент избирательной кампании, как доставка приглашений на избирательный участок, порой один из весьма трудоёмких и встречает некоторые затруднения. Во-первых, член избирательной комиссии не в каждый подъезд может войти, когда кодовые замки стоят. Во-вторых, в частном секторе тоже не всегда дойдёшь. Бывает во дворе и злая собака даже. И у меня есть избиратель, который на прошлых выборах в 2010 году обратил внимание наше на то, что ему прислали извещение или приглашение на выборы, где было написано так, адрес, номер дома, квартира и фамилия Борисёнок, НН, а в скобках там АНВН, ЕН, то есть вся семья инициалы перечислены. Я пообещал, что больше такого не будет. Тем не менее, до конца своё обещание я не смог выполнить, потому что ну не сам же это делал, а всё-таки комиссии делали. Они уже более, как говорится, ответственно отнеслись. И вот этот избиратель получил приглашение на выборы, но тоже, которое его не полностью устраивает. И жалоба его, опять же, вполне обоснованная. У него оказалось на одном приглашении полностью написаны фамилия, имя, отчество двух членов его семьи. И на другом приглашении написаны тоже двух членов семьи. Он говорит, ну неужели вам жалко бланков, чтобы прислать каждому персональное приглашение. Скажем так, это не бог знает какое нарушение, даже нарушением, наверное, это назвать нельзя. Но всё-таки мы должны очень уважительно относиться к избирателям, потому что главным субъектом избирательной кампании является его величество избиратель. И к нему нужно относиться уважительно, обращаться персонально к каждому и по имени-отчеству. У нас сегодня на связи должны быть Гомельский центральный округ номер 33 и Гродненский занёманский округ номер 49. Я предлагаю послушать информацию с мест, а потом, если будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, включение Гомельского центрального 30... Это была самая последняя, самая оперативная информация о ходе голосования. Она обновится ровно через час, и мы, конечно же, будем работать здесь, в инфоцентре, чтобы держать вас в курсе. Ольга. Евгений Горин работает в инфоцентре Центра Сбиркома. И по мере поступления новой информации мы будем выходить в эфир.